здравствуйте здравствуйте нет не жалко сидя вместе давай чуть-чуть я я вообще прям сам я спала с часу двадцати до 6 15 и потом еще не в чем идеальность простите смену я не норм нет руля двадцати смысле 2 1 я тоже так и просто ради приличия подождала пока доктор ляжет ну что всегда когда писала мы хихикали а потом привозили детей на меня конечно это не работает нет я не я не пишу не говорю спокойно ночным сестрам ну потому что это и бесит я им тоже не говорю я не я не ну я не говорю дежур ну иногда говорю дежур как хочешь потому что в этом я не говорю но и зато приятно а не говорить я не говорю ничего просто не у меня у меня реально короче было много детей было все было но очень так спокойно и мы все утро ржали с медсестрами просто как кони потому что я не торопилась на пару через весь город так как она здесь это же он ниже и я просто с ними уписывалась от смеха все больше ничего интересного с вами сказок на ночи и все а нет самое интересное это было по мэс ты расцветила лечение не лечение диагностики мало очень вот так делай на камеру я не знаю что там про что я понимаю мне плевать не ладно я сама скажу лечение и все остальное потому что извините мне было как минимум интересно самой надо было нормальное задание давать вот так вот потому что непонятно непонятно какое-то задание задание и мы сами придумали чем делать диагностика пумы надеюсь тереза вчера не уработалась я не только этого дела у заболевания 2 не помню нет а у меня был мальчик он нормальный семья абсолютно нормально ничего не матеряется они пьют не курит но он когда его капало если я была в шоке когда пересушил и это капало на ряд и короче это у него вся форма психическое нарушение а когда вот они выкрикивают какие-то марки но нет это проходит у детей то есть он так он так когда стрессует у него вот тихо мне кажется это как тик он реально а я думаю может мне послышал он просто типа ля орёт потом еще пожёстче сказал и его в принципе я курючу у вас так выражается это вот тип у нас там вам типа не тихо чё-то другое на сколько ему лет вот именно что 5 лет не так вот так особо не говорит молчаливый такой так еще явно красиво и же любого впечатлилась у вас какие истории жизни рабочие сегодня я этого шестилетнего пацана он не на моем поступке было мне приходилось помогать говорите да короче сделать я никого не было дарит и была с одним ребенком чертогова отравлением у меня все это оставлять всех педиатрия вот короче и мы сделали садовый клизм у него стомб на у него стомб индикатор был черный садовый клизм сделали мы вот и так и сяк потом короче сделала детям клизма никогда от него не срали может мало делаешь нет у нас там написано клизмены сколько вот на возраст детям сколько в норме ребенок может не писать что у меня девочка не хотел сдавать общий анализ мочи маленькая три года три маленькая весь вечер вот как я пришла и всю ночь зачем согласен она пила она может она до этого подписала и не пила вообще на славу дизит то можно на воде мочи приемник этого слова не четыре года очень прием вечером поздно ночью мочу надо собрать бывает что вообще вот как пациента да ну я так-то утром средняя я тебе пришел бы уже средняя порция мочи не ленюсь ладно реально вот я тебе еще рассказал что никто ничего не передавал а тут я смотрю опять ему назначили не бром как давали вообще среднюю хотели но я боялась что типа не успеем там поставить и он не сам это вот ранее им говорит что там потом будет лейкоциты мы зависли на выборе на шикарном профиле нет ну так реклама конечно закрой закрой этот закрой название чтобы не было рекламу посмотрю не видно а это видео сто раз не комфортно я видела я ищу свадебное платье не могу найти девочек ищет свадебное платье себе ну смысле на мою свадьбу да и она на этот цвет мы сайты залипли вообще шикарный ампутации ампутации над благ над благами ампутация матки ну прикиньте и настана операции пациент глаза открывал и разговаривал с вами говорила что ей больно вот мы там были в шоке немножко вы видели какая там опухоль одна вот такая а мы не видели вот такую вот такая опухоль поздоровая задний узел и передний вот такая там реально больше теннисного мячка да как не заметишь что у тебя внутри так по любому она бесит еще да мы смотрели на миому как ее убирают там реально ампутировали матку прям да это не видно внутри не чувствуете миома не чувствует прикинь у тебя был килограмм 5 нажала почему 5 где у нее там 5 она не максимум 500 грамм там она не много видела она была полненькая я думаю у нее больше было миома нет у нее было 2 грамм 2 она точно такая же короче женщине ампутировали и сказали нам ходить к гинекологам и вовремя рожать хочу есть ну конечно перенервничаем мы просто не хотим быть хирургами все конечно и немножко я иду на первую я на первую иду да удивительно что мы идем потому что мы обещали девочкам у которых поп-пет за которые за которые нас они всегда за нас стоят когда мы на работе вот и мы идем поэтому чтобы за них встать у меня другие планы уже а не хочу материлась друзья простите пожалуйста если тут присутствует мат и а не просто когда голодная и когда после операции и когда долго стояла и нервничала ну не у нее становится проблема с психикой даже артем даже артем так сказал так что если уж артем говорит то есть что ты материшься все выключается камеру а ты материшься нет я красный сюда какая то конечно там ну мы конечно же вышли с перцона пофоткались кстати а игрушки неплохо не было конечно там не до плохо было я в таком был шоке что у меня уже пополохить не могло нет я настолько операции уже сходилось не народу богу когда я спинялся именно роды потом роды потому что а прикиньте стоим на родах не айганыш такая игрушка к чё ты сделала на целый блогу я да самый самый пик родов самый интересный момент не уходит но я вот я тоже такая а она мне руку чуть не сломала потому что я думала родилось что-то непонятно бледный комок думаю что помер ребенок а потом начали резать мы с тобой были на этой а мы тогда в роддоме там который много рожавшие а мы с тобой на сутках были тогда ну и чё это просто ребенок он какой-то синего она такая родила голову и синяя такая голова до 1 начало я думаю это не естественно я думаю это уже такая его зажали просто вытащите ребенок я до сих пор люблю это ощущение когда рожаешь плохо так вот холодок по телу это приятно когда перед оброчной стоять я не обожаю но суть том что и роды и кесарева когда там вот так живут там все не приятно если честно рвали просто вот так вот разрывали это не на камеру и пугать все нормально просто там ради а нет было неприятно когда они ножницы и пиздево такие и у него вот это была веселуха но она даже девочки рожать потому что нервных кончая не будет все нормально вы ничего не почувствуете что это замечательно вот сегодня он что это переживала полевую кислоту заранее не пробила так что все нормально у нас также продолжают хотеть выдержать не могла снимать потому что балда а у нас закончилась операция и дам сказали что сначала нам сказали что мы субботу не учимся следовательно завтра а потом нам сказали в конце пары ой извините нет будет заведующая поэтому все таки учимся друзья и завтра суббота опять в областную боже не просто живу в этой больнице просто живу мне уже мне кажется одинаковая флора с этой больницы ладно тем не менее смена была кайфовая у меня сегодня потом мы помчали с терезой за на тренировку там я почему-то судящего очень тяжело я хочу очень открытую спину на свадьбу на платье на платье на свадебном платье хочу с открытой спиной вот а для этого нужно осанку такую у меня она вроде как никакая не кривая но чуть как будто такая сгорбленная и вот мне сейчас будет тренер исправлять на каждой тренировке и и тренинг года здравствуйте здравствуйте я такого не видел у тебя расскажи как у тебя дела отлично не очень уже дела я поднялась на девяносто четвертый этаж между прочим шесть этажей в минуту тереза там где-то ползет в пустыне потом заехал наконец-то на автомойку помыла машину раз сто лет потом там погуляла с кимой зашла за продуктами вот жду ваню с работы после того как дебильное масло у меня распалась там и нафиг все раз залило я зареклась что вообще тяжести эти хреновы таскать не буду и все оставляю в машине и ваня будет подходить домой я буду говорить буду открывать дверь в машину и он ну смысле открою машину он будет уже сюда все это тащить потому что извините я уже просто без сил каких-либо сейчас откроется на пост вот девочки про то что там муж на дежурствах я скучаю бла-бла-бла не пусть ему нюню а я на самом деле с ваней ну блин дежурство не к ой пики верь и верь и верь и верь маленькая собака привет где твоя вкусняшка кима а я наоборот с вами блины дежурство не каждый день мы ну два раза до за неделю не ночую вместе но абсолютно терпимо потому что когда парень понимает все там не додумывает себя как было написано в посте что могут додумывает кто-нибудь там не из меда что он что-то моего девушка или парень изменяет там на самом деле наоборот ты чувствуешь себя блин что происходит дрель собаки моя собака и вот это вот звук сообщений супер самом деле ты не ночуешь да но зато на следующий день блин еще больше не знаю ну ты соскучился еще кстати вот единственное реально что сложно в дежурствах это вот эта жопка потому что она воет она плачет она скулит по мне ей конечно ванне ну как бы он не интересен так же как я и вот ей с ней тяжело мне объяснить есть что я ухожу на работу что не ночую поэтому она очень плачет а ваня блин мы переписываемся вот сообщениями все нормально ну не знаю мы нас мы не настолько зависимы друг от друга что не можем прямо дважды в неделю переночевать одни ну кстати окей ты думаешь что просто там еще в посте было что вот мало ли может он куда-то там ходит смысле я имею ввиду тот кто на дежурстве мол там налево ходит понятно а если так загоняться то можно наоборот сидеть на дежурстве думать что он кого-то привел домой ну короче полная тупость да кимас да 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 кимас полная тупость и мы абсолютно ну кима мы абсолютно нормально относимся ваня абсолютно нормально и ваня абсолютно нормально относится к моим дежурствам ну как как бы он ненормально к ним относится потому что я не сплю по ночам бывает что у меня бывает сложное дежурство что нужно спать ты же знаешь ты же сама доктора бла 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 все это понятно но Но, увы, только такой способ пока. Да даже не такой способ заработка. Это вообще в целом баллы в ординатуру, заработок. Так плюс мне еще и интересно, мне это нравится. А в термологии. Вот. Поэтому, как бы, вариантов нету особо. А про спортзал хотел сказать. Тренируюсь с личным тренером обязательно. Сама не могу так разбираться, как тренер. Я с ней прямо с детства. Не знаю, с класса, мне кажется, седьмого. Как с Ваней. Я очень люблю танцы и так далее. Но вот именно форму, крутую форму тела, консистенцию тела. Просто само тело формирует тренировки. На танцах ты, увы, так не сформируешь свое тело. А тут просто Катя меня лепит, как вообще, как какой-то пластилин. Когда мне... Да, но мне бывает скучно на тренировках. Потому что, ну, тренажеры, это не так весело, понятно. Тогда я беру AirPods, включаю подкаст и слушаю подкаст. Или книгу. Все. Проблема решается само собой. Интереснее бегать, интереснее тренироваться в целом. Время пролетает вот так. Ну и плюс еще и польза двойная. Вот. Все. Пошла готовить салат. Опять сто лет вам наговорила. Пятница, конечно, тяжелая. Ну, конечно, по обтягиваемости 9 из 10. Покажись. Покрутись. Ну, не, ну, на тебе, правда, не выглядит, как на очень худеньких мальчиков. Ну, на таких спичечках вообще, а здесь... Покажи пресс, Ваня. Пресс? К свадьбе, давай посмотрим. Потом сравним. Где там кубики? Вот эти, да? Когда кашка. О, кстати, реально есть. А вот с этим что будем делать к свадьбе, не знаешь? Уйдет, как думаешь? А, рассосется. Ну, хорошие вещи, что я могу сказать. Ты, конечно, шмотник, похуже меня. Главное, пару вещей. Я говорю, две, ага. Носки еще труханы. Ну, ладно, хоть красивые. Вот 300 рублей одна штука. 300 и 1200 три трухана. Это вообще как? А никакие боксеры вот такие, да? Такие люблю, конечно, на мальчиков. Сперептии заказывали? Че, не стесняешься? Да, вот это не боксеры, так сказать. Прямо шорты. Можно прыгать в самолет. Ну, вот это прикольно. Дай посмотреть. Господь думала 8 тысяч, а это, блин, тенге. 1600. Почему у пацанов намного все дешевле? Ничего не понимаю. Аж бесит. Вот это мне очень нравится. Да, второй подбородок тебе. Нет. Назад, назад. Вот он. Так все сделают, у всех будет тороп отбородок. Нет, нет. Ты тут такой... Такой какой-то ребеночек. Вот это кайфово вообще. О, прикольно. Тут я как будто к тебе клеюсь. Пока еще он вышел. На английском. Значит, я тоже ржал. Кручилку там доставал. И она даже в конце, короче, я, типа, зашел в кабинет, а там наши стояли, и она подходит к ним и что-то про меня сказала. И я так выхожу сразу и говорю, че-че-че. Она такая, о-о-о. Ну, типа, ввелся слишком шумно. Ну, как обычно. Тебе в дневнике не пишут? Да, да, да. Потом прихожу, говорю своим, мне говорят, тебя еще не выгнали, типа, выгнали с английского, за которое ты платишь. Мы сейчас с вами получили фотографии от Галины с Андреем. Ну, и просто поняли, кто наш свадебный фотограф. Сто процентов. У вас есть просто космос. Это, конечно, все сложно поделиться, кто будет на свадьбе. И мы решили, что они будут у нас вдвоем. Ну, блин, они просто, они волшебники. По стариночке вечер у меня вот так проходит. Да, он еще и поет, если что. Ну, да, не получается мегастар, да? Видите, ножками тоже тут во все. О-о-о-о. Кто вот так сможет из вас двигаться? Я вот не могу. Мама, ему надо просто в бар. А он в бары не ходит на танцпол. Он бы там просто всех девчонок покорил. Бо богу, он не ходит в бары. Это вот так игра называется Just Dance. Ой, я сейчас подойду. Он опять на меня наругается, что я в поле в его захожу. Она не подойду. Так, это реальный драм. Ну, да, не продайся. По-туральным драмам. И по-туральному драмам. Субтитры создавал DimaTorzok